Лев Додин поставил в Малом Драматическом Театре вечно актуальную пьесу Генрика Ипсена «Враг народа». Проблема ЖКХ, ученый против чиновников, пьеса 1882 года была злободневной во времена Станиславского. Такое же остается и сегодня, в этом убедилась Ольга Камок. Новый спектакль Льва Додина очень статичен. Минималистские декорации, мало действия, много диалогов. В конце концов в них вся соль. Доктор Стокман работает в респектабельном курортном местечке, где целебные воды – градообразующие предприятия. Скромный ученый делает ошеломляющее открытие. Вся эта мерзость из долины, от кожевенных заводов, вся эта вонючая гадость заражает воду, которая идет по водопроводным трубам в здание, где пьют воды. И эта же ядовитая дрянь просачивается на берег, где морские купания. Доктор знает, что делать. Надо закрыть лечебницу, полностью демонтировать водопровод, переложить все трубы. Его брат, мэр города, категорически против. Сограждане тоже. План угрожает бюргерам потери благосостояния. Доктор превращается во врага народа. Политический памфлет 1882 года оказался на редкость злободневным в 1901 году, когда Московский художественный театр привез спектакль в Петербург. В день премьеры доктора Стокмана, которого играл Станиславский, провозгласили героем гражданского протеста. В этот день у Казанского собора действительно была демонстрация студенческая против изобревания студентов в армию. Полиция довольно жестоко разогнала демонстрацию. И вечером на определенной реплике о том, что, как бы сказать, чего надо опасаться, идя бороться за свободу, за истину и справедливость, зал разразился многоминутными овациями, встал. Нынешний спектакль посвящен 150-летнему юбилею Станиславского и звучит так же актуально, как стоили 130 лет назад. Все городские дела мало-помалу забрала в свои руки кучка чиновников. Те, которые сами не чиновники, во всяком случае родственники, друзья чиновников. Впрочем, когда пьесу только начинали репетировать, об актуальности не задумывались. Политический успех Станиславского повторять не планировали. Ставили глубоко личную историю о том, что добро рано или поздно побеждает зло, даже если большинство этого вовсе не хочет. Только когда родился спектакль, начинаю думать о том, как его могут воспринимать. Я вот вчера сидел на генеральной репетиции с интересом, слушал какие-то реакции для меня неожиданные и для артистов неожиданные. Потому что, мне кажется, нарочно современным не будешь, нарочно революционным не будешь. То есть можно стараться, но не окажешься. Ольга Камук, Сергей Скрипкин, Последнее известие, Петербург.